Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, привет, мои хорошие! Друзья мои, сижу посреди на балконе, кайфую. Сейчас покажу моего Гигосика. Он тоже рядом со мной. Я извиняюсь, но очень жарко у нас в Мерсине. Вот так сижу. И что я делаю, чем я занимаюсь? Наконец-то я решила найти время для себя. Сейчас я вам покажу. Вон мой любимый мальчик, он с мамой. Мама разговаривает, он скоро будет про бизнес всем говорить. Да, Байку? Гигос? Гигос? Там я ему ванночку положила, он душ принимает, воздушные эти ванны. А я чем занимаюсь? Наконец-то Светлана нашла время для себя. Посмотрите, вот так вот я сделала. Сначала черные камушки хотела, знаете, как сделать? Ну, сейчас на второй он более красивее выходит. Посмотрите, аккуратно все. Хотела я сначала сделать белым лаком, как вот леопардовый оттенок. А потом лак нехорошо сел и думаю, ко мне, у меня куча, надо же их использовать. Вот я и занимаюсь этим, вот с моей перчандалой. Сижу так кайфово, стирку повесила. Сейчас еще там стирается белое белье. Сижу, кайфую. С этой стороны после обеда очень прохладно. Вот такие вот делишки. Я быстро хочу все это закончить и пойти на море. Кстати, Ашкем вчера пришел, но он мне супер, супер. Его можно отправлять. Я его вообще не беспокоила, не звонила. Он с ума сходит, как-то я так делаю, понимаете? Турецкие женщины, в отличие от нас, они будут звонить постоянно. Ну, может, и наши есть уже такие, но я другая совсем. Я, например, отчего звонить, отдыхаю. А я, например, такой человек, что я доверяю. У нас все на доверии. Не проверяю ничего. Ну, мы проверили уже, так дут. Те без макияжа. А волосы так хорошо стоят сами по себе. Доверяем мы. Я не проверяю его никогда. Не беспокою, когда он уходит. И он так же, когда я иду с подружками или куда-то там. Хоть 12 там вот в крае ходила. 12 мне никогда не сказали. Ашкем, где ты, когда ты придешь? Нет у нас такого. Он все понимает, и я понимаю. Такие мы люди. И поэтому он такой довольный. Он позвонил мне потом. Говорит, Ашкем, что делаешь? С друзьями там где-то в красивом месте сидели они. Говорит, наелся вчера вкуснятины такой и все. Но Ашкем у меня тоже вообще насчет алкогольных. Этот пьет он редко очень. И знаете, что он пьет? Он раки не пьет. Водку очень. Водку не пьет, только пиво. Вот он пиво, выпьет кивка. И пришел в его прекрасном настроении. Но сегодня Ашкем у плохо. Он отравился. Вот он сказал, что там сидели, когда видно кусок мяса там один съел. И я даже не знаю. Сейчас я ему лекарства. Там какую-то турецкую траву. Он мне научил зернышки. Надо горячую воду кипяток. Я не знаю название. Но когда я ему делаю, ему легче. Заварила. И дай бог, жду пока ему станет легче, чтобы мы пошли на море. А то там вдруг приспичит. Извините, пожалуйста. Ну вот так вот и моему Ашкему плохо. Так что вот сейчас я закончу свой рисунок, дизайн. И высохнет еще. На руках надо намазать. На руках просто намажу. Может какие-то бусики-шмусики сделаю. И вот потом пойдем гулять с ним. Надеюсь. Вот такой вот я придумала себе маникюр на руках. Видите вы или нет. А, сделала чуть-чуть здесь вот камушек. Добавила. И хватит. Вот с моими ноготочками. Пойдет. Видите, меня столько вам показывают ноги. Ну а как по-другому, да? Маникюр уже педикюр не покажешь по-другому. Прошу извинения у всех. Друзья мои, я в таком обломе. Думала, что пойдем с Ашкемом на море. А он плохо себя чувствует. И говорит, давай сегодня побудем. Говорит, если в другой раз. Ну что в другой раз? Тогда я говорю, хорошо. Он же не будет искать там по городу. Бежать. Когда человек отравленный, он боится выходить с домом. Сами понимаете, о чем я говорю. Так вот я решила заняться уборкой сегодня. Пускай, Бог простит, мне в воскресенье нельзя. Но я вот перестирала вот уже вторую партию. Перемыла везде полы. Балконы перемыла, подмела. В общем, все сделала. Завтра буду уже заниматься своими делами. И сейчас с Ашкемом приглашу Ашкема кофе пить. И у меня еще столько глажки. Я после кофе пить обязательно должна вынесу доску на балкон сюда. Здесь потому что очень классно сейчас. Прохладно. И переглажу здесь. Ну, естественно, с моим любимчиком. Посмотрите, он в зеркало так смотрит до сюда. Я ему положила кусочек хлеба. Но он, по-моему, на него никак не реагирует. Ты душ принял? Ты купался? Мой сладкий такой. Мой хулиган такой. Пошла Ашкема ждать, звать на кофе. Посмотрю, если у него будет настроение с вами пообщаться. То пообщаемся. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Вот и Ашкем. Хаста Ашкем. Хастан дыну. Хаста шекер. А, сада шекер. Бельсинин шекер. Я твой сахар. Он говорит, без сахара. Мало сделала. Ашкем смотрит на себя. Волосы, говорит, постричь надо. Я говорю, надо... Винни Мэма из Чурсы, но... Киси Джек Санетс, что ли? Хочешь, говорю, Мэма тебе придет, постричет. Хорошо. Ашкем, не вар, не йог. Сэн джунгиттин. Ты, говорю, вчера ушел. Ашкем, не вар, не вар, не вар. Ой, слушайте. Действительно, моя же Татьяна знакомая, она улетела в Одессу, все открыто, приезжайте, приезжайте, гелин, гелин. Солен, хорош, гел Денис. Эта саня туристы более безопасны, так сказать, 31 августа околы открыли в Туркей. Не открыли? Околы. Околы. Околы, слышали? Да. 31 числа открывается школа. А у них нет. Туристы или школы. В связи с тем, что произошли такие события с коронавирусом, связаны, школа была на дистанционном обучении, то сейчас начинается 31 августа. И для туристов, у нас же в основном, как туристы, турецкие семьи выезжают на все отели, вовсе на отдых. А сейчас будет спокойно для туристов из-за границы, потому что все, начинается школа, турецких семей будет мало. Сонра? И вы спокойно отдохнете. Сонра? Оно было спокойно. Я так же расечен. Я так много хочу. Спокойно, спокойно. Им беспокойно. Или строк не будет запонено. Надо доходить больше. Он не получал. Я сломала. Он спросил почему. Сонрация? Ну, я не могу. Я иначе нравится. И я иначе что если съедал. Ксирина? Сразу на меня послал, на Бактычеву, да? Любимый мой мальчик! Что потом тебе друзья сказали? Мужской разговор это не наши девочки, мальчики, не наш разговор, мужской. Ахахаха! Ой! Ашки, мы не заходим, не заходим. Я не заходим. Я как-то не заходим. Я говорю, как я плохой состоянии, так мечтала, так мечтала. Я завтра встала утром, 7 часов и пойду. Мужской разговор. Немец, гимашку, мальчик. Ааа, друг его открыл пансион. Не заходим. Мы не заходим. Парал, не заходим. Бедео, не заходим. Потому что, работа открыла. Новое место открыл, очень хорошая для отдыха. Мы не заходим. Мы не заходим. Мы тоже поедем на два дня. Парал, не заходим. Мы просто подожим. Я хочу так поехать в Каскалисе, потому что там такие места красивые, я еще не была там. А, мы были там, только приехали сюда в Мерси, но он мне показал, у нас была машина тогда, друг одолжил. В Мердаке машина была, и мы ездили, он мне показал все достойные замечательности, есть очень красивый рай и ад, но было закрыто на ремонт ссора. Каскалисе на Мерси? Есть очень много развлечений. А, диско. А, диско. Есть диско, девочки, я в диско сто лет не была. Цель из Северсендиска? Может, говорит. Мы вообще безъяснились. Данцовщики с дороги. А, танцовщики приезжают? А, вы поняли, какой, какой вот здесь, поэтому говорю, Каскалисе, там много туристов, более так вот, современно. А вот Вердемли, Ваяши, там спокойно, ну, соблюдать надо законы, не беситься, не пить нельзя, ничего, а там вот немножко можно поразвлекаться. Все, будем закругляться, мы сейчас кофе выпьем с Ашкемом и до встречи. До встречи. До встречи. Как дела? Как дела? До встречи. До встречи. Ашкем. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.